Чемпион мира Тефан Ламбьель продолжает выступать на гала-концертов и 38 лет прыгает тройной акции или четверной тулуп. Во время чемпионата Европы он рассказал о его тренерской роли Шома Уна и Денисом Васильевым и его любви ко льду. Денис Васильев всегда имел особенно высокий рейтинг популярности. Как вы это анализируете? Я не уверен, что у меня есть объяснение, но мне бы хотелось его получить. Он умен, у него сильный характер, он изящно катается на коньках, но при этом очень атлетичен. Он показывает отличное качество исполнения элементов. Это то, что я вижу. Но это сложно анализировать и измерять. Я могу понять, почему он нравится публике. Он необыкновенный. Говорят, что вы питаете слабость французским танцором Лаисии Де Мужа и Тео Ли Мерсье? Верно. Лаисия и Тео приносят глоток свежего воздуха. Всегда интересно видеть молодых людей с сильным характером. За последний год Лаисия сделала огромный шаг вперед. У них есть талант, и их работа окупается. Я желаю им прекрасной и долгой карьеры, в которой они будут продолжать развивать свой творческий дух. Как вы относитесь к танцам на льду? В целом, мне нравится дисциплина. Именно она меньше всего пострадала от изменений судейской системы. Судить с катанием очень сложно. В новой системе мы пытаемся создавать рамки и помещать их в очки. Но это не определяет качество движения катания или даже эмоции, которые передают фигуристы. В танцах на льду по-прежнему много эстетики. И фигуристы ценят историю своих программ, ее концепции, процессу движения, музыкальность и костюмы. Творческий поиск глубже, чем в других дисциплинах. Отсюда моя любовь и страсть к танцам на льду. Вы поставили несколько программ для танцоров на льду, в том числе произвольный танец Габриэла Пападакис и Геймона Сидероли в 2019 году в дуэте и в воскресном дне Рэйчел Ямагаса. Что вы думаете об этом творческом опыте немецких колец пистяк? Мой первый опыт в танцах на льду был с Митцмайей и Алексом Шебутанем, а также с немецкими танцорами Нелли Жиганшиной и Александром Засси. Мне нравилось создавать для них цариографию. Связь между двумя спортсменами интересна и создает нечто даже более глубокое, чем в одиночном. У меня была возможность поставить этот произвольный танец Габриэла и Геймона, которые дали мне чистую страницу, чтобы я мог написать для них. Создание этой программы с двумя такими невероятными танцорами было чистой радостью и огромным опытом. Какую роль вы отдаете творчеству во время тренингов со своими учениками? Я люблю проводить время творя со своими учениками. Мы уделяем много времени конкурсным программам. Но как только мы сможем выйти из конкурсных схем, мы сможем заняться музыкой. Это здорово. Катание на коньках может предложить гораздо больше, чем прыжки и очки. Важно подчеркнуть эту грань нашего вида спорта. Красота катания и его движение вдохновляют вас, а не заставляют себя мечтать. Мы хотим оказаться в теле спортсмена, чтобы испытать те же ощущения. Несколько японских эгоистов, в том числе и Шоома Оуна, тренируются с вами в Швейцарии. Как вы поддерживаете их в этой изменившейся обстановке? Это большое личное изменение и их приверженность этому процессу является ключевой. Мы можем адаптироваться к любой среде, если есть обязательства. Важно придерживаться своего решения. Некоторые вещи больше невозможны, например, семейные ужины каждого в воскресенье. Мои спортсмены берут на себя это обязательство, когда решают приехать в Швейцарию. Бывают также более спокойные времена, когда они могут поехать домой и повидаться с семьей и друзьями. Я здесь не для того, чтобы отправлять их на военную службу. В Шампере они узнают о себе, о своем катании, развивают свои навыки. Они идут настолько далеко, насколько это возможно. И однажды они скажут мне, что я им больше не нужен. Они передадут другим то, чему они научились. Это моя миссия как тренера. Дать им инструменты, получить отличный опыт, вместе пройти к этому пути. После этого студенты должны лететь самостоятельно. Это как быть родителем. Что вас вдохновляет сейчас? Это хороший вопрос. Природа, но прежде всего музыка. Когда я слушаю музыку, я сразу думаю о движениях или фигуристик. И у меня есть образы, которые приходят на ум. Я слушаю все виды музыки. Наши телефоны хорошо знают наши вкусы и направляют нас в одном направлении. Но я стараюсь сломать это и открываться другим стилям. Я также думаю о концерте, который мне понравился в этом году. Паола Нутини на джазовом фестивале в Монтрео. Эта энергия была потрясающая. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok